Для того, чтобы подать онлайн-заявку учебное заведение через портал EGOV, для этого необходимо подготовить заранее сканированный вариант документов, таких как подлинник документа об образовании, фотография размером 3х4, медицинская справка форма 086U. Для сканирования документов открываем программу для сканирования. У вас она может быть своя, это определяется маркой сканирующего устройства. Выставляем качество изображения 200 dpi, так как портал EGOV принимает документы не более 1 мегабайта, при текущих настройках вес документа не превысит установленную норму. При сканировании аттестата, аттестат и приложение к нему можно уместить на одном листе. При сканировании медицинской справки сканирует необходимую лицевую и обратную сторону. Две страницы данного документа должны содержаться в одном PDF-файле. Для подачи заявки переходим на портал EGOV.KZ. Сперва необходимо войти под своей учетной записью. В правой верхней части экрана нажимаем на кнопку «Войти». Войти на портал можно шестью способами. Самые популярные это использование ЦП, либо одноразовый пароль. Вводим ИИН и номер телефона. На указанный вам номер придет смс с кодом подтверждения, который необходимо вместить в данном поле. После входа необходимо перейти во вкладку «Образование». Далее в левой части экрана выбираем раздел «Колледжи». Выбираем услугу «Прием документов в организации технического и профессионального после среднего образования». Подкрывшейся страницы в пункте «Выберите тип заявления» выбираем «Прием документов в ТИПО». Контактный телефон и имейл заполнятся автоматически. При выборе пункта «Родитель» либо «Законы представителя» отобразится список ваших детей, где вы должны выбрать поступающего. Выберем пункт «Поступающий учащийся». Далее необходимо заполнить сведения о заявителе. В разделе есть сведения о полученном образовании. Если вы учились в нескольких учебных заведениях, необходимо выбрать крайние учебные заведения. Прикрепляем ранее отсканированные документы. Осталось подписать заявку доступным вам способом. Мы будем использовать подпись, используя смс-пароль. Нажимаем «Получить код» и вводим полученный в смс-сообщении код.